Беспощадный российский футбол во всей красе. Очередной матч в рамках российской футбольной премьер-лиги сегодня. Ждем интересной и зажигательной борьбы. Это был Константин Генич, а вместе с ним в студии я Георгий Чердамсов. Сегодня футбольный клуб Уфа встречается с Ростовом. Еще совсем чуть-чуть и свисток арбитра погонят команды вперед. Или они будут осторожны, как вы думаете? Давай не будем загадывать. Совсем скоро мы будем все знать наверняка. Смотрим состав Уфы. По цифрам 4-5-1, но по смыслу из этих пяти полузащитников, наверное, многие будут действовать ближе к атаке. Смотрим состав Ростова. Не очень часто используемая схема 5-3-2. Итак, какие соображения насчет хозяев этого матча у Константина Генича? Просто в ужасной форме находится эта команда. В последних играх они растеряли уйму очков и сегодня постараются наконец-то пополнить свою очковую копилку. Главный арбитр сегодняшнего матча Алексей Бараховский. Команды начинают эту игру. Поехали. Как у Гелор Канга. Главное без нарушений. Судя ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил. Кагарен. Юбенсук. Каррис Хамнич. Артем Тимофеев. Отлично сыграл защитник Прервал фланговую атаку Александр Бухаров Мяч у арбитра Внимание Решил пробить Опасно! Гол! Игрок не побоялся пойти в обыгрыш И вот, пожалуйста, результат Именно так и должен действовать нападающий Быстрые ноги, быстрое принятие решений Классно было сыграть У нас есть возможность Посмотреть на этот гол с другого ракурса 9 минут отыграли И у нас уже есть забитый мяч Сесарнабас И вот потери в центре поля Павел Могилевец Как у Гелор Кан Штрафной удар Арбитр пока не торопится Расставать предупреждение Мяч перешел к другой команде Будут выбрасывать мяч футболисты из-за боковой Бастерси Павел Могилевец Артем Тимофеев Это явный фол Посмотрим, какое решение примет судья И это желтая карточка Ну так нельзя играть, конечно Бесспорное нарушение правил Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фол Очень опасный подкат В чем Тимофеев Александр Буханов Был фол Тут нечем обсуждать А что насчет карточки И арбитр показывает желтую карточку Подобный подкат Чреват нарушением правил Что и было в данном случае Ух, какой все-таки опасный подкат И наказание совершенно справедливо Арбитр показывает от ворот Давайте еще раз посмотрим, как был забит мяч Который вывел команду вперед Как ни старался Но тем не менее Галкипер выручить свою команду не сумел И это, конечно, не его вина Артем Тимофеев Часамба Лунгу Харис Ханжич Отличная игра в пас Все точно и по делу Да, с таким защитником Им и вратарь не нужен Вот молодец Они выигрывают И будут подавать угловой Выбивает вратарь мяч Подальше из штрафного Мяч летит в сторону ворот Проверка галкипера Да нет, он все еще здесь Плантисман показывает на угол поля Будет подача Или розыгрыш Посмотрим Денис Тумасян Мяч ушел на угловой Мяч за лицо Это значит удар от ворот И повторяет нам еще раз Это нарушение Ну тут, конечно, желтое И спорить нечем Потеря мяча в центральной зоне В результате плохого паса Харис Ханжич Спас он свою команду 11-метровый Без вопросов Похоже, посыпалась команда Фенальти назначает рефери И у соперника Отличные шансы Увеличить разрыв в счете И тогда, в общем-то Можно уже будет С полной уверенностью Назвать победителя этой встречи Он обязан был забивать В пенальти Он и забил Молодец Молодец Хорошо сделал свою работу Да, будем откровенны В такой ситуации Шансов спасти команду Было не так уж и много Давайте посмотрим Еще один повтор этого года 2-0 Отыграться теперь будет труднее Александр Буха Сесар Навес Вастас Отличный прием Так держать Карис Камчич Путался соперник выбить мяч Подкате Но тщетно Опасно Проверка вратаря Он на месте Никуда не ушел Чтобы получить мяч Надо за него побороться Павел Могиленец Голокипер выходит И нейтрализует угрозу Любимый счет Бориса Александровича Майона 2-0 Пока можно сказать Что смотрится Он вполне уверен Забил он с пенальти В первом тайме Пока с игры Отличиться не удалось Но можно сказать Что это и задача На второй тайм Постараться Наконец-то сегодня Забить с игры Решил пробить Опасно Голокипер Мяч летит в сторону ворот Проверка Голокипера Да нет Он все еще здесь Он обязан был забивать Пенальти Он и забил От греха подальше Меняют этого парня И у него уже есть Желтая карточка Перерыв закончен Команды на поле Арбитр дал сигнал Начинать И у нас второй тайм Поехали Поехали Юбенсу Так, свисток мы слышали А что дальше А что дальше Какое решение Примет арбитр Это предупреждение Это фолл И нечего спорить Судья был рядом Он все видел Грамотно разобрался В эпизоде Но здесь безусловное Нарушение И нечего спорить С арбитром Он принял Абсолютно правильное Решение Павел Могиленец Классный отбор Можно играть Павел Могиленец Он бьет Штанга И это уже совсем близко к голу Удар Удар Иван Пауриевич Харрис Камчич Как у Гелор Камни Бастис Как у Гелор Камни Арбитр показывает От ворот А вот и повтор Опасного момента Хью Бен Сун Как у Гелор Камни Перехват в центральной зоне Гаррис Камчич Мяч у соперника Ю Бен Сун Денис Тумасян Иван Пауриевич Харрис Камчич Пас штрафную Ротарь решил отбить мяч Как у Гелор Камни Павел Могиленец Слишком поторопился игрок Залез в офсаль Предупреждение получает игрок Хорошо, успешно, полезно действовал В этом матче он Но тренера вы меня Артем Тимофеевич Кажется, он получил Небольшое повреждение Сколько там еще Замены осталось у команды Да Не самый приятный момент Совсем не обязательная потеря И скоро на поле Появится новый игрок Замена в команде гостей Да, он уже готов выйти И ждет разрешения арбитра Аут Все здоровы Так что эта замена Продиктована исключительно Ходом игры Как у Гелор Камни Павел Могиленец Не прошла Эта передача Мяч у соперника Суги Фиксирует нарушение И вполне может Наказать игрока Судья Не прикол В такой ситуации Желтая Это еще не самый худший вариант Нет, это не борьба И не хоккей В футболе Подобные вещи Карают штрафными ударами Да, бывает Что в похожих эпизодах Судьи не свистят Но это, конечно, не наш случай Сесар на вас И справляется вратарь С этим ударом Мяч ушел на угловой Ну-ка Давай подачу В сторону вратаря Очередной главой Будет подавать команду Побежал на угловой Вратарь Спасать команду Сердар Азмун Восхитительный удар головой Гол Снатный гол получился Что и говорить Просто идеальная передача была Тут Хочешь, не хочешь А забьешь Да Выложил мяч Буквально на блюдечко Вот, смотрите Поймал момент Пробил И вратарь там, конечно Ничего уже сделать не мог Георгин У меня другой вопрос Где были защитники-то, а? Почему они позволили Пробить со второго этажа? Счет 2-1 Диего И как пробил Хороший момент Но защитник на высоте Диего В центральной зоне передачи Должны быть точнее Защитник перехватил Явный пол Это штрафной Показывает нам количество нарушений Арбитру сегодня приходится Очень нелегко Просто Битва какая-то Отличный удар Неплохо Оставалось только забить Все было в руках игрока Но Но И еще раз Но Игрок вполне мог сейчас отключиться Но Видимо не чувствовал в себе уверенности Когда наносил этот удар Финальный свисток 2-1 Окончательный счет этого матча Думаю Сегодня Судья Сто раз Пожалел Что у него еще на затылке Классно Даже не знаю В чем причина Столь грубой игры Но нарушений И в самом деле Сегодня было очень много Он провел хороший матч Просто здорово смотрелся Но он сегодня все-таки забил Пусть и с пенальти Победа одержана Все довольны Вот и весь анализ Решил пробить Опасно Гол Пусть и с пенальти Он обязан был забивать пенальти Он и забил Павел Магелин Он бьет Штанга И это уже совсем близко к голу Сесар на вас И справляется вратарь с этим ударом Мяч ушел на угловой Сердар Азмун Восхитительный удар головой Гол Субтитры подогнал